Это видео разлетелось по соцсетям и набрало десятки тысяч просмотров. Центр Тюмени, улица 50 лет Октября. Крысы здесь атаковали местных жителей. Десятки грызунов даже днём выбегают во двор, на детскую площадку, заходят в подъезды, а иногда и в квартиры. Крысы в последнее время расплодились и уже бегают в открытую по подъезду. Я-то ещё ничего, женщины, допустим, дети боятся. Я иду, и они пробегают просто мимо, ну как будто в порядке вещей у них. На дверях объявление. Крыс здесь травили вчера, но безрезультатно. Как видим, двор продолжает кишить грызунами. Их не берёт отрава, не пугают кошки и мышеловки. Бороться с грызунами – обязанность управляющей компании. Здесь это жилсервис «Уют». Утверждают, что крыс травят, щели замуровывают. Но на камеру это не комментируют. Жители дома на улице Немцова, 39, столкнулись с такой же проблемой. Крысы, тараканы и мухи соседствуют с жильцами уже не первый год. Незваные гости наведываются из подвалов. Дело в мусоропроводе. Решить проблему поможет его ликвидация. Для этого необходимы подписи собственников. Их сбором занимаются сами жильцы. Заваривают мусоропроводы управляющие компании. Я сталкивалась и с проблематичными соседями, которые говорили нет. Что, как мы будем вносить мусор. В лифт выпрыгивают крысы. Даже я в подъезде встретила мадагаскарского таракана. Вот такого размера. Собрание считается правомочным. Если в нем приняли участие собственники, обладающие более 50% голосов. От общего числа голосов. И вот от числа принявших участие в собрании тоже достаточно более 50% голосов. То есть, по большому счету, если брать в целом дом, достаточно 25% плюс один голос. Заварить мусоропровод в этом доме обещают уже в июне. Ну а пока он продолжает доставлять неудобства некоторым местным жителям. Как минимум, своим неприятным запахом. Мусоропровод – пережиток прошлого. В новых домах их не устанавливают. Да и жители старых постепенно избавляются. Чтобы избежать такого нашествия. Дарина Халина, Андрей Ветров, Тюменская служба новостей.